Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 1 апреля Дарья – грязные пролубницы, обманный день Не подумайте плохого, сама-то Дарья – чистюля и слыла, помогая деревенским хозяйкам холсты отбеливать. Рано утром, по заморозцам, раскладывали на последнем снегу вытканное за зиму суровое полотно для отбеливания и большей мягкости. Холсты эти раньше назывались кростными и служили они после такой морозно-снежной закалки гораздо дольше обычных. Да и от любых пятен белье отстираешь, если замочишь его точно при восходе весеннего солнца и растелишь на чистом снежке. А пролубницами называли на Руси особым образом устроенные проруби, которые не только для ловли рыбы и стирки белья служили, к ним еще на водопой скотину гоняли. А так как становилось все теплее, солнце все сильнее пригревало и лед у проруби начинал оттаивать, то вся грязь и нечистоты плавали на поверхности. Отсюда и название этого дня Дарья – грязные проруби, грязнопруд и так далее. На Дарью проруби мутятся, говорили в народе, так как вода в прорубях застаивалась, становилась неприятной, желтой, поэтому и старались оградить их края жердями и досками, для того, чтобы грязь не растаскивать и не провалиться ненароком под воду. Лед-то в апреле хлипким был. Потому, насколько быстро и дружно таял снег, примечали, если вешняя вода на Дарью идет с шумом, травы хорошие будут, а когда тихо, быть им жухлыми и низкорослыми. Навоз на дорогах вытаивает к доброму году. Не видно ночью звезд, жди теплой погоды. 1 апреля гадают о замужестве. Для этого идите на берег реки и смотрите на воду. Если увидите на реке одну птицу, то весь год вы будете обделены вниманием мужчин. Если же вы увидите пару птиц или больше, одиноки не будете. 1 апреля народ справлял один занятный праздник. Скорее даже не праздник, а некий рубеж. Этот день считался днем пробуждения домового. Верили, что на зиму он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступила в свои права. Приход весны, по народному мнению, ознаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта и все последующие дни вплоть до 1 апреля и были днями встречи весны. 1 апреля весна приходила окончательно и бесповоротно, и главный дух хранителя очага, домовой, должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме. А как известно, когда мы долго спим, а потом просыпаемся по зову нашего будильника, мужа или мамы, мы часто бываем недовольны этим. Мы зеваем, ворчим, дети начинают капризничать, и домовой иногда имеет повадки ребенка, и после долгой спячки просыпаются тоже не очень радостные, и тут же начинают шалить, а порой и хулиганить. То остатки муки из мешков высыплет, то гривы лошадям запутает, коров перепугает, белье перепачкает. И, конечно же, наш далекий предок пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и хлебом, но в этот день хлеба ему было мало, и поэтому для проснувшегося духа устраивались гуляния, шутки. Звучал смех людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь день. Обитатели дома надевали одежду наизнанку, подобно самому духу, который, как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах должны были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре все старались обмануть друг друга или пошутить, заморочив заодно голову и своему запеченному хозяину батюшке, чтобы домовой забыл, что он недавно проснулся. Со временем про встречу весны и умасливание домового 1 апреля забыли, но традиция шутить, разыгрывать в этот день осталась. Вот, оказывается, откуда появилась поговорка «Первого апреля никому не верю!» «Братья месяцы» и братья месяц. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...